Открытие научно-образовательного центра имени Мирзо Улубека. Аутизм — это не приговор. Учитель — самый важный человек в образовании. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Амир Ахтямов. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации представило рейтинг медийной активности университетов за ноябрь текущего года, в котором Казанский федеральный университет разместился на четвертой позиции. Также КФУ занял пятое место в рейтинге эффективности работы вузов со средствами массовой информации. Показатель эффективности работы вуза со СМИ учитывает количество публикаций о ВУЗе и его сотрудниках в региональных, федеральных и интернет-СМИ. Аудиторию этих источников — количество высших сюжетов на телеканалах, а также количество эксклюзивных новостей о ВУЗе и его проектах, размещенных на ресурсах Миноборнауки России. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин встретился с лицеистами КФУ, призерами 14-го международного турнира по программированию. Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере. За чашкой чая ребята поделились своими успехами и связанными с ними эмоциями, а также рассказали о планах на будущее. Напомним, международное состязание прошло в Болгарии с 24 по 26 ноября 2022 года. В Казанском федеральном университете состоялось открытие научно-образовательного центра имени Мирзо Улукбека. Подробнее далее. В Институте филологии межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялось открытие научно-образовательного центра имени Мирзо Улукбека. Улукбек — среднеазиатский государственный деятель, правитель тюркской державы. Известен как выдающийся математик, астроном, просветитель и поэт своего времени. Важно, что КФУ активно сотрудничает с 59 научными-образовательными организациями Республики Узбекистан. На открытии научного центра присутствовали ректор КФУ Ленар Сафин и ректор Национального университета Узбекистана Имон Маджидов. Я думаю, что этот центр будет способствовать изучению узбекской культуры Узбекистана. Культуры наших народов, несомненно, это будет камень и притяжения, и местного притяжения для всех ребят из Узбекистана, наших ребят. Основной формой взаимодействия КФУ с вузами Узбекистана является разработка и реализация совместных образовательных программ. Это 61 совместная программа бакалавриата, специалитеты и магистратуры по различным направлениям подготовки, приоритетным в первую очередь для экономики и социальной сферы Республики Узбекистан. Я хочу поприветствовать, поблагодарить коллектив Казанского университета федерального и лично ректора за прием, за приглашение в наш университет, Национальный университет Узбекистана. Он также носит имя этого великого ученого. Отметим, что Казанский федеральный университет предоставляет свои онлайн-курсы, организует практику и в том числе на российских предприятиях, и читает ряд базовых дисциплин, а также всегда открыт к сотрудничеству и совместным проектам с различными вузами мира. Амир Ахтямов, Ленар Гизатуллин, Универнюс. Существующее в университете студенческое самоуправление является универсальным воспитательным механизмом. О том, как оно работает в Казанском федеральном университете, смотрите далее. В шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета прошла встреча с главным советником реликтора Терьязом Мензариповым в рамках региональной программы Всероссийского студенческого форума «Твой ход». В рамках встречи были освещены вопросы студенческого самоуправления Казанского университета, в частности роль старост академических групп, общественных организаций и объединений, а также формирование профессиональной траектории студентов вуза. Студенческое самоуправление в университете развито, здесь очень большая заслуга нашего проекта в воспитательной работе, Департамент по молодежной политике, они вообще молодцы, создают условия и стараются, чтобы ребята действительно сами активно включались в какие-то управленческие функции, которые есть в университете. Всероссийский студенческий форум «Твой ход» – это главное студенческое событие года, на котором собираются победители и финалисты ключевых национальных конкурсов, лидеров студенческого самоуправления, молодых преподавателей, проректоров по молодежной политике и ректоров со всей страны. Участники форума встречаются, чтобы обсудить и проработать ключевые вопросы студенческой повестки, посвященные развитию вузов, как пространству раскрытия и применения потенциала каждого студента. Бояться не надо, они же хорошие вещи будут предлагать, как улучшить жизнь студентов, как активизировать их, так сказать, активность в общежитиях, допустим, или в аудиториях, ну, чтобы ребята сами решали свои проблемы. Вот это главное. Определить свой потенциал, прокачать профессиональные навыки и разработать личную траекторию развития – все это и не только может сделать любой студент Казанского федерального университета. Алина Красильникова, Карина Саяхова, Никита Акиншин, Андрей Бакалдинов, Универньюс. Расстройство аутистического спектра, или, как привыкли говорить в народе, аутизм – заболевание, которое вызывает у ребенка трудности при социализации. С каждым годом этой проблеме уделяется все больше внимания со стороны профессионального сообщества. С 2021 года свою работу начал специализированный детский сад при Казанском федеральном университете. Уже сегодня методики, которые он практикует, являются одним из лучших в стране. Накануне на его площадке стартовала Всероссийская конференция «Аутизм. Мы вместе». Подробнее в следующем сюжете. В Казани стартовала первая Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная расстройству аутистического спектра. На площадке детского сада, специализирующегося на этой проблеме «Мы вместе», участники из разных регионов страны обсудили актуальные проблемы и собственные методики. Единство основных процессов – функционирование всего организма ребенка высшей нервной деятельности. И психических процессов должно обуславливать тесную связь всех детских специалистов. Решение проблемы раннего детского аутизма невозможно без междисциплинарного подхода, помогающего решить в связи с ранней диагностикой важнейшие задачи. Профилактика глубоких нарушений социальной адаптации ребенка и снижение показателей инвалидности и возможность интеграции ребенка с аутизмом в общество. Заявку на участие в конференции подали более 360 специалистов. Одни посетили мероприятие очно, другие – в дистанционном формате. С приветственным словом на конференции выступил проректор по внешним связям Казанского федерального университета. Он отметил, что на сегодняшний день одна из важнейших задач – помочь людям с расстройством аутистического спектра интегрироваться в общество. Дело в том, что так как мы работаем над этой проблемой по сопровождению детей с расстройством аутистического спектра, то мы приняли решение о том, что уже и в Республике Татарстан необходимо проводить конференции, которые позволяют объединиться профессиональному сообществу и обсудить актуальные вопросы, проблемы, становления и развития данной системы в Республике Татарстан. В рамках первого дня конференции были затронуты темы диагностики расстройства аутистического спектра, особенности взаимодействия с родителями детей, а также внедрение новых техник по работе с ними. Помимо пленарных сессий, педагоги, посетившие конференцию, очно смогли лично познакомиться с устройством специализированного детского сада «Мы вместе». Они осмотрели аудитории, в которых происходят консультации и обучающие сессии с детьми. В рамках экскурсии участники мероприятия узнали о методиках, которые используют специалисты детского сада «Мы вместе». К примеру, тех, которые построены на взаимодействии с интерактивными зонами. Напомним, что специализированный детский сад Казанского федерального университета для детей с расстройствами аутистического спектра функционирует с 2021 года. Данное структурное подразделение КФУ стало центром, где генерируются лучшие в стране практики по работе с особенными детьми. В IT-лицее КФУ прошел форум молодых педагогов. Народный учитель Чеченской Республики, главный спикер мероприятия Алихан Динаев, рассказал о тонкостях и методиках преподавания, а также наглядно показал, кто такой креативный учитель и как им стать. Подробности узнавал наш корреспондент. Принципиальной разницы между учителем с трехлетним опытом работы и с 30-летним опытом работы нет. Но есть огромная разница между учителем с годовым опытом работы и учителем с 10, 20, 30-летним опытом работы. Другими словами, основную часть опыта, умений и компетенции педагоги получают первые 2-3 года своей работы. 14 декабря в актовом зале Айтилицея Казанского федерального университета собрались десятки опытных и еще только вступивших на путь педагогики учителей. Все потому, что Казань посетил Народный учитель Чеченской Республики, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России-2018» Алихан Динаев. В рамках форума учитель общества знаний и права провел мастер-классы, интерактивный семинар и мотивационную лекцию для педагогов и обучающихся старших классов. По словам директора Айтилицея Ильдара Мухаметова, проведение подобных мероприятий очень важно, так как поиск тучек роста и новых направлений в сфере педагогики просто необходим. Общение с людьми, которые состоялись, являются победителями различных конкурсов, оно нас вдохновляет раз, во-вторых, мы перенимаем прямо какие-то компетенции, формируем у себя, перенимаем вот этот опыт и с этим идем к ребятам. И вот это нас начинает менять, наше поведение, вот это самое важное для того, чтобы развиваться. Встреча педагогов России прошла в увлекательном формате. Алихан Динаев не только выступил перед публикой, рассказав историю из личного опыта, но и задействовал учителей и школьников для нагляда, демонстрации некоторых практик и методик. Это подтверждают слова директора лицея. Нужно общаться. На самом деле нужно больше общаться, а не замыкаться в пределах своего кабинета класса. Что нужно читать, смотреть, посещать вот такие мероприятия, а это самое ценное. Ну то есть вот пока внутренние ресурсы не разбудишь у человека, просто ему ежедневно нашептывать, что нужно, 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 это бесполезно. Самое важное, что вот эти механизмы внутренние пробуждаются, и человек начинает проактивную позицию занимать в развитии профессиональном. А для педагога это самое важное. Не стоять на месте, а развиваться дальше. Не обошел стороной мероприятий начальник управления образования исполнительного комитета города Казани Ирик Резванов. По его словам, на сегодняшний день в системе образования Казани работают более 31 тысячи людей, из них 16 работники школ. Молодые специалисты, включая присутствующих на форуме, составляют 32% от общего количества педагогических работников города. Это, несомненно, позитивные показатели. Так нужны ли еще учителя? Конечно нужны, потому что нагрузка учителей в образовательных учреждениях так или иначе выше ставки, поэтому есть потребность в учителях начальных классов, есть потребность в учителях физики, химии и математики, особенно в этих направлениях. Наверняка каждый хотя бы раз слышал, что учитель – это второй родитель, а школа – второй дом. Так и есть. Ведь овладеть высшим искусством, пробудить радость от творческого выражения и получения знаний подвластно далеко не каждому. На этом все. В студии была Амира Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok